Обсудили планы на следующий год и внесли изменения в положение о конкурсе лучших практик территориального общественного самоуправления. В администрации Самары состоялось итоговое заседание Президиума Ассоциации Совета Муниципальных Образований. Его провела глава города Елена Лапушкина. Она рассказала главам городов и сельских поселений Самарского региона об итогах съезда Всероссийской Ассоциации Развития Местного Самоуправления, который состоялся в Нижнем Новгороде. Принципиально самое важное, то организация Всероссийская Ассоциация Развития Местного Самоуправления в Воронцов остается практически единственной организацией, которая будет объединять все органы местного самоправления под свое крыло. Когда есть единоначальник, когда есть одна организация, конечно, с этим, наверное, гораздо легче. Участники заседания определились с планами на 2023 год. В том числе обсудили расходы и внесли изменения в положение о конкурсе лучших практик территориального общественного самоуправления, который в начале следующего года пройдет в Самарской области уже в третий раз. Мы всячески пытаемся органы местного самоуправления стимулировать создавать ТОСы, ну то есть органы территориального общественного самоуправления. Это связано в том числе с тем, что на конкурсе лучших муниципальных практик существование ТОСов оценивается как необходимый элемент для получения призовых мест, а следовательно и для получения дополнительных средств из федерального бюджета в бюджеты муниципальных образований. Цель конкурса лучших практик территориального общественного самоуправления не только поощрять самых активных участников, но и распространять лучшие практики на другие ТОСы, привлекать территориальное общественное самоуправление к работе на благо жителей. В числе победителей прошлых конкурсов ТОС «Виктория» из Хворостянки. Проект «Чистый родник» занял призовое место в номинации «Охрана окружающей среды развития экологической культуры населения». Очень здорово, потому что поднимает дух населения и как бы видим, для чего мы украшаем свою родину малую. Поэтому как раз вот здесь мы видим то, что мы хотим видеть в нашей жизни и как раз получаем всю практическую помощь прямо напрямую сразу. И дальше делимся с коллегами, обсуждаем вопросы, которые их интересуют и приносим сюда на заседание. Напомним, что все победители конкурса лучших практик территориального общественного самоуправления получают гранты из бюджета Ассоциации Совета муниципальных образований Самарской области или из федерального бюджета, если победитель проявил себя на всероссийском этапе. Средства необходимо направлять непосредственно на деятельность территориального общественного самоуправления. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.